оп приземлеме запасном прошу тебя не надо ломать ничего вот так мы приземлились на запасном парашюте вот второй пилот вот запасной парашют вот основной парашют параплан чем сели чудом пролетели между елок хороший полет и потеешь как конь ну и соответственно после этой пахтишь какой и один конь может пахнуть другим конем если парашют не личный купив нашем магазине спасательную парашютную систему отел 15 от компании марс вы обеспечите себе безопасные полеты на 20 лет здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта очередной позитивный ролик на канале мечта летать и в этот раз связанный с парашютами мои замечательные ученики андрей кристина кристина подарила андрею подарок неделю полетов на вот этом чудесном планере дг 500 м представляете какая умничка и она тоже полетать решила то есть мы уже с ней слетали может быть слетаем еще разочек но для того чтобы с ней все было хорошо андрей предельно нежно одевает на нее парашют ну-ка продемонстрируй как ты ухаживаешь за женой а вот так вот это самое самый главный замок а еще важнее лапы правильная регулировка так сказать парашюта залог того что после того как вы выпрыгнете из планера с вами будет все хорошо девушкам менее все критично мальчикам надо правильно затягивать нижние так сказать эти вот ремни потому что иногда бывают всякие история ну и вот у нас парашют прекрасно кольцо потрогай значит выучу как правильно дергать нужно взять одной лапой вот этой лапой тоже сюда и вот так со всей силы вот так у этого хрять бряк только не надо час на земле вот и дальше так сказать наслаждаешься полетом на парашюте если если вдруг нужно будет прыгать как вам полеты отлично прекрасно летается хорошая погода не каждый день как говорит мой инструктор клаус btnb то друзья зачем нужен вообще принципе парашют я учусь а я вам сейчас расскажу он уже для того чтобы ну понятно что прыгать планера для чего прыгать планеры потому что планер а бывает разваливается и такие случаи были например планера с 4 . вот шампиньоны друзья шампиньоны вот они я всегда по осени люблю снимать грибочки эти сейчас покажу каких едят об о шампиньончик вкуснятина если поесть грибочков сухих летается только в путь еще лучше они совершенно не ядовитые друзья много раз ел грибы на аэродроме эти это полевые шампиньоны надо их набрать побольше не по вечеру пожарить ведь какой у нас волшебный аэродром и стол и дом и все что хочешь и так вернемся к нашим парашютом однажды разрушился планера с 4 ну потому что на самом деле был момент когда эти планера делали из такой стеклоткани которые используются для намотки водопроводных труб для эпоксидной смолой d20 не самый лучший так далее и тому подобное экономили немножко на весе вместили 115 но планер реально получился хлипкий и был один купит иный молодой человек который как он говорит ничего плохого не делал по слухам крутил пилотаж ну вот таком усиленном планере крутить пилотаж это самоубийство пола не развалился он значит летел рядом с ним дернул парашют за парашют зацепился планер еще ко всему и в общем все это упало приземлилась и все живы только ногу сломал чаще всего чаще всего парашюты применяют при столкновениях в небе почему столкновения в небе получаются кучевое облако под которым мы сейчас будем парить под облаком собирается 20 30 40 я вам ставлю кусочек видео с чемпионата мира где нас там летает чтоб 30 в одном потоке хорошая музыка центрировать потоки это чемпионате мира конечно 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 поток пойдет под музыку а а а а а совсем подруга Ура! Вот наш секрет на оружие. Реально очень много пилотов. И как бы нехорошо пилоты пилотировали свои планера, потенциальный риск столкновения всегда сохраняется. Именно потому, что пилоты собираются вместе в одной точке пространства. Потому что если брать теорию большого неба, посмотрите, какой он огромный. И можно по этому небу летать сколько угодно, потому что это трехмерное пространство. Не только в горизонтальной плоскости мы перемещаемся, но еще и в вертикальной. И теория столкнуться в небе, если тобой не управляет диспетчер, крайне сложно. А если тобой управляет, как раз шансы есть. Потому что вспомните страшный случай, когда куча детей погибла из-за просто ошибки диспетчера, который один борт направил в другой борт. Эту же философию исповедуют на нашем аэродроме. Здесь нету диспетчера. Мы сами говорим в воздух эфир, что готовы взлетать. И вот взлетаем. Вот у нас полоса. Я, естественно, внимательно наблюдаю, что никто не собирается к нам прилететь. Так-то по полосе кататься не стоило бы. Итак, столкновения в воздухе бывают. В год в Альпах раньше было порядка семи столкновений. Вот был год, когда в семь раз планеры сталкивались. Сейчас это все уменьшилось где-то до двух случаев. Один-два случая в год. Почему так произошло? Потому что ввели систему FLARM. То есть каждый планер оборудован специальным устройством таким. Излучающим радиосигнал. И принимает этот радиосигнал. Это никакой не радар. Он просто на частоте светового связи говорит, пакет отправляет. Я там планер, у меня такие-то параметры. Я там тут нахожусь. А другое устройство принимает эти пакеты. И отправляет свои. И так получается некая сетка. Все планера знают положение друг друга. Система предупреждает о столкновении. И благополучно спасает жизни пилотов. Но все равно риск столкновения, особенно в соревнованиях, остается. И для того, чтобы спастись в этом случае, используется парашют. Видите, как у нас набито, как селедей в бочке этих планеров. Конечно, кататься на моноколесе по ангару преступление. Я бы себя за это расстрелял бы. Но кто спрашивает про колесо. Вот Kingson 18L. Волшебное колесо. Прекрасно можно летать. Вот. Это парашют. То есть как он устроен. Здесь вообще парашют с ракетой. Очень было бы неприятно. Так что переделать очень нужно. Очень мне хочется полетать с сыном. Мы с ним уже летали. Летать? Летать. Ты хочешь полетать на планере? Очень? Очень. А хочешь облако потрогать рукой? Да? Ну вылезай. Мы приехали, Макс. Папа! 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 Пап! Оль, мама, это око. Ой. Ой. Макси, ну ты как? Ты как, папа? Махал пока рукой? Все, что было много лет назад Сны цветные бережно хранят А вот здесь ракета? Да, вот ракета, Макс. Видишь, здесь парашют. Надо вынуть эту чеку, дернуть за ручку. Только ты вот это... И Макс, этот трогать нельзя категорически. А то бах-бах-бах, из этого люка вылетит ракета, улетит вверх, у нас парашют раскроется. Будет очень страшно. А внутри ракеты парашют? Нет. Ракета вытягивает за собой парашют. Вот, парашют вот в этом контейнере стоит. Видишь? Папа, а если в направлении что-то сломалось? Не надо сломать ничего. Нет, когда поется сломалось. Ну тогда парашют выстрел и вышед. Все, все хорошо. Почему не ставят на вот такие планера двухместные? Ну, потому что этот планер тяжелый. То есть парашют спасает достаточно легкую технику. Чем больше парашют, тем больше массы он спасает. Есть система уже под четырехместные самолеты. Как по мне, если есть возможность поставить парашют, который весь летательный аппарат спасает, наверное, это самое лучшее решение. Но не всегда возможное. И надо помнить, что если столкновение в воздухе, то оно может быть таким, что повредит и парашютную... Ну, парашютную систему повредить это очень, конечно, сложно. Но в теории. Что-то все так может закрутиться, что там вы дернули или дернуть уже не можете. Ракета бах-бах-бах. Не выстрелила. Еще что-нибудь. Отстрел порох. А парашют это штука надежная. Выпрыгнул сам и если успел. И дернул за ручку. Какие бывают парашюты? Во-первых, они бывают старые. Вот, например, вот замечательный парашют, который шел в комплекте вот с этим планером. Можно посмотреть год его выпуска. Без бумажки ты букашка. 12-й год. Это первый год, когда этот парашют был упакован. Ну, я так понимаю, еще какая-то информация есть. Каждый год он перепаковывался. И ресурс у всех этих парашютов 20 лет в среднем. То есть через 20 лет он, конечно, в тыкву не превратится, но его надо менять по причине того, что уже нет гарантии на материалы, из которых я сделал. Фирма-производитель говорит так. 20 лет дальше списывается. Куда идут списанные парашюты? Часто в Российской Федерации, потому что это было очень модно, купить в Европе старый парашют за 100 евро. Ну, он действительно после 20 лет будет 100 евро стоить. И летать хоть с каким-то парашютом. Хоть с чем-то. Пусть он там, может быть, только в теории раскроется, потому что до этого были вот эти какие-то СПП, что-то там какой-то, ну, такой страшный планерный парашют, который был горбом. Если взять, например, этот, видите, он относительно узкий. Ну, и тот же парашют, о котором наш ролик чешского производства, он тоже узенький, то есть они достаточно плоские. А вот этот вот советский парашют еще, который там достался в наследие, это вот такая была огромная хрень. И ты когда садишься в флангер, в тот же бланник, он торчит далеко, с ним неудобно садиться. И я сейчас уже в воздухе поподробнее про парашюты, про все там крепления и так далее расскажу. Но самое главное, вот бумажка, которая должна быть, и которая говорит, что ваш парашют служит столько-то еще лет. Облако нас не смущает? Меня смущает облако, в него нельзя лезть. Увеличь скорость. Я взял ручку. Друзья, посмотрите, какой талантливый у меня ученик Андрей. Он благополучно добрал до кромочки облака. Ну, давай вот здесь сбоку останься, повиси еще. Нужно мне наш ролик снимать. Вот кольцо. Оно достаточно удобно здесь сделано. Вообще, в принципе, парашют должен быть удобным. Чем мне нравится парашют, который я купил когда-то давным-давно? В основном пряжкой. Вот, вы можете оценить. Вот такая пряжечка, которая... Оп! И назад. Это, конечно, дико удобно и значительно, на мой взгляд, эстетичнее вот этих защелкивающихся пряжек. Но, с другой стороны, полетав и на том, и на том, я поэксплуатировал на этом планере парашюты, которые мне достались. Они как раз такой защелкивающийся пряжкой. Это фигня. Вот. Но, в момент выбора мной парашюта, это была прям такая вот фишка-фишка. Этот парашют дорогой. То есть, он, в принципе, раза в полтора дороже Марса. Поэтому, в свое время, когда вот в 12-м году я летал, в основном покупали Марса. Изредка вот эти вот спеконы. Еще реже американские парашюты, как раз которые шли с этим планером в комплекте. Поэтому Марса возить начал мой друг Дима Петровский. И это было прям оптимальным парашютом с точки зрения цена-качества. Характерические раскрытия у него были прекрасные. Ну, в принципе, это все примерно одинаково раскрывается. Устройство у всех парашютов одно и то же. Круглый купол. Такая прыгающая медуза. Такая чпунь. То есть, вы за кольцо дернули, там две очки вылетело. Из-за спины у вас такая медуза выпрыгнула. Поэтому именно парашют не надо в планере открывать. Иначе будете вылезать, и за вами там все это медуза. Куда-нибудь можно там все это зацепиться. Поэтому допланили строго. Сначала выпрыгнул, потом открыл парашют. Опять же, вот на этих парашютах, на всех, есть опция автоматическая система раскрытия. Когда у вас в планере какой-то такой гнездышко, крючок, за него чпок, такую вот специальную штучку застегнули. И когда вы выпрыгнули, у вас автоматическое раскрытие. У вас чпу парашютную выдергивает, ну, она выдергивается при вашем выпрыгивании. Для эксплуатации на аэродромах это, конечно, дико неудобно, потому что, особенно с учениками, даешь ученику парашют, пристегнул его, потом он вылез из парашюта, ну, в смысле, из планера. Куда-то пошел, кольцо открылось, парашют вывалился, переукладка, в общем, один сплошной геморрой. Андрей летает четвертый день, его как раз уже перестало укачивать, и сейчас он будет вам творить чудеса над этим криптом. История покупки первого парашюта была драматичной, друзья. Прям через слезы, через боль. Летали мы тогда с вот этими дурацкими здоровыми еще с Советского Союза парашютами. Это был 11-й год, мы с женой летали в Орловском аэроклубе. Она тоже училась, я ей уговорил, давай на планер, давай, будет же весело. И вот она работала тогда в офисе, целую неделю в белом, там, ну, это, как его, воротничке, там. И в субботу в 4 утра стартует с Москвы. Я-то раздолбай, я-то могу и на мотоцикле приехать раньше, в пятницу. Вот, а она на машине едет, ее там где-то какие-то гаишники разувают на пересечении Симферопольского, там, с чем-то еще, какую-то линию она наехала. В общем, приезжает в слезах, опаздывает на 15 минут, ее отстраняют от полетов, типа, не будешь сегодня летать, опоздала. Ну, в общем, это была суббота. И вот в воскресенье мы себе, говорю, не плачь, мы, значит, там сейчас аккуратненько, в воскресенье проснемся на брифинг, не опоздаем. Мы с ней проснулись, пошли в парашютку, получили эти парашюты. Очередь была, если не проспал, можешь без парашюта остаться. И тогда летать не будешь тоже. Ну, как-то менялись, понятно. И вот мы сидим перед брифингом. Проходит Тамара Андреевна, ну, местная руководящая личность на тот момент. И хватит парашютик. Наташка говорит, а как же, я же вот тоже, это же мой же. Она говорит, нет, тут все общественное. А мне парашют нужен, я же инструктор, я буду летать. Она говорит, а я как? Ну, посидишь сегодня, завтра полетаешь. Ну, в следующую неделю полетаешь. Наташка в слезы говорит, ненавижу этот ДОСАВ, никогда больше летать у них не буду. И вообще, то есть, ну, я жену полчаса в порядок с этой, с валерьянкой приводил. Разозлился я, друзья, вот это я ненавижу, вот эту совковость, и вот это то, что мы платим деньги, и за наши деньги нас еще и... Вот таким образом. Я, конечно, пошел, разозлился, говорю, слушайте, вы или верните стоимость обучения, все, я заканчиваю, или дайте парашюты. Ну, мы не можем. Ну, вот так, как получилось. Если мы парашюты получили, ну, короче, поругался я там знатно. И он говорит, вот у нас очень тяжелое положение, парашютов мало. Идите себе на конем. Написал письмо, вот в эту фирму Спекон немецкую, благо я торговал парапланами Озон, прекрасно, вся логистика была мне известна. И буквально получил один быстрый ответ, говорю, нужно там пять парашютов, хочу быть вашим дилером, какая скидка и так далее. Они бац-бац-бац все поотвечали, я на следующий день оплачиваю. К пятнице, к следующей неделе у меня уже были парашюты. Ну, благо в тот момент они на складе были. Их отправили Дейчелем быстро на склад нужный мне и привезли их, так сказать, вот я уже держал парашют. И мы такие выходим на следующей неделе, красавцы с ремонтными парашютами. Ой. Так я стал, так сказать, продавать парашюты. Этим сейчас не занимаюсь, то, что и так головной боли всякой хватает. Ну, вот, был такой опыт. Пока я тут рассуждал о парашютах, мы потеряли высоту, приходится вот так вот по крипту шпарить. Андрей, как тебя? Отлично. Огрой? Я вот так обожаю больше всего вот такие вот пролетики по крипту. Сейчас мы выскочим или в долину, или где-нибудь так в дереве поточек найдем. С такой высоты, конечно, парашют уже не спасет. Тут уж не надо тешить себя или торгами надеждами. Но достаточно немножко отлететь в сторону и все, вот там уже спасет. Оп. Главное в такой ситуации аккуратно работать по скалам, потому что скалы твердые, как вы знаете. А дистанцию какую можете держать? Да минимальную. Вот примерно так можно лететь, особо не нервничая. Главное что? Главная скорость. Скорость это жизнь. Вот там перевальчик впереди мы проходим. Вот видите, как красиво. Оп. Покатал Андрея по елочкам. Доволен? Очень. Эх! Эх, 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 эх. И вот я выплеснул сейчас энергию, которая у меня была. Бариометр на упор встал. Вот здесь, над скалой, естественно, есть хороший поток. Вот мы над этой скалой сейчас и набирать будем. Таким вот волшебным образом, благодаря руководству Орловского аэроклуба, я заработал денег. Продавай такие парашюты какое-то время. Необходимость наличия парашюта не вызывала у меня никаких сомнений, потому что к тому моменту у меня уже было три применения, боевых применения парашюта. На испытаниях, когда-то пилотом-испытателем работал, пришлось кидать запаску. И однажды на соревнованиях, то есть я летел 100 метров, то есть если на испытаниях мы сами провоцируем ситуацию, то тут летел, никого не трогал на параплане, и на 100 метрах параплан сложился вбуку. То есть просто чпу и все. И я знаю, что можно распутать, я же над водой курсы сам биолы много распутывал, знаю все эти приемы, но я знал, что высота 100 метров, то есть высота, с которой у меня есть один шанс, одна попытка что-то сделать, а дальше все. я думаю, пробую, я там делаю срыв потока, открываю, там завязалась часть крыла, галстук такой большой, я, галстук расстряхивается, я отпускаю, крыло летит вперед, и образуется следующий галстук, с другой стороны, я понимаю, все, то есть, еще раз экспериментировать не буду. И в этот момент уже лезу за запасным парашютом, кидаю, и попытаюсь как-то что-то еще сделать, как-то что-то растрясти, но уже понимаешь, что высоты не хватит. Парашют пыхнул, на высоте, может быть, метров 10, не больше, потому что я до земли летел ну полторы секунды, то есть вот это вот ощущение, вот она, земля на тебя летит, сейчас будет бам, и в этот момент только пых, обнимаете вот этой перегрузкой, и ты понимаешь, ой, ну, еще не понимаешь, только идет бума в землю, потому что понять еще ничего не можешь, но уже понимаешь, что все хорошо, скорее всего все будет хорошо, я чуть сломаю, может быть, но останусь цел, ничего я тогда не сломал, к счастью, ну и вообще все мои посадки на парашютах были без повреждений. Вторая была история, это я летел уже на двухместном параплане Банско, Болгария, и не поверите, карабин расстегнулся. Карабинчики, важнейшая часть парапланерного снаряжения, не поверите, друзья, но вот какой-то из карабинчиков, я тебе даже не буду врать какой, но вот какой-то из таких. Так вот муфта сдвижная, и когда мы стартовали 7 раз, видимо, когда мы стартовали, вот эта муфта в очередной раз двинулась, там еще снег, ее снегом забило, она назад не задвинулась. В общем, я взлетел, все хорошо, набрал высоту, полетели к скалам, у скал красиво летал, уже выше скал вышли, все, и вдруг в какой-то момент только чпок, и меня перекашивает в подвеске, я вешу на одном карабине, вижу, что второй отцепился, то есть у меня все похолодело, и параплан, соответственно, бросает на скалу, ну хорошо, что мы как раз от скалы разворачивались и бросило не в сторону скалы, а в другую, если бросило в сторону скалы, вот я бы уже с вами не разговаривал бы. Я с учеником как-то там перевесился, там схватился за что-то, перекосил клеванты, как-то каким-то раком, боком заставил этот параплан лететь, а ученик второй полет в жизни был. Я говорю, слушай, ты как это, параплан-то уже научился за два полета управлять, в этом, правда, еще ни разу не управлял, он говорит, ну я понимаю, что вправо-влево, говорю, отлично, я тебе передаю в две стропы, потому что мне неудобно, я буду держаться, постараться сбалансировать этот параплан, может быть, у нас все получится и мы приземлимся, давай потренируемся. И мы начинаем над долиной тренироваться право-влево, 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 вроде у него хорошо получается, пытаюсь подтянуться, пытаюсь застегнуть карабин, не получается, сил не хватает, сейчас задыхаться начинаю высота, но на самом деле больше от именно стресса. Ну и думаю, вот и стоит общинка выделки, нужно ли пытаться приземлить параплан такой аварийный или кинуть в запаску. Но я еще борюсь, мне кажется, вроде как все, в запаску страшно, думаешь, блин, вот это, кстати, проблема летчиков, то есть до последнего пилот будет бороться за самолет или там за планер, думая, что а вдруг я приземлю и будет все вот так вот контролируемо, чем выпрыгнуть вот сейчас и неизвестно как. Вот туда вниз, влез на скалы, вообще ужас, ужас, ужас. Конечно, не хочется с парашютом пройдить. Раны беремки, слушай, на параплане. Они на запаске? Научил моего ученика летать, мы почти зашли на посадку, осталось метров, наверное, 300, вот как раз уже в зоне сброса высоты, и он путает право-слево, я ему говорю, он направо, он делает налево, я говорю, да нет, нет, направо, и он, нервничая, перетягивает стропу управления слишком сильно, а там же, понимаете, я вешу на одной половине, планер и так в одну сторону ведет, то есть в одну сторону легко поворачивает, в другой плохо, и вот в ту сторону, куда плохо, он переживает, срывает его, вот этот срыв потока, ну, асимметричный срыв потока на параплане, это называется, на планере это называлось штопорбы, и дальше это вращается, вот так, я кричу, отпусти, он отпускает, клевок, выход, выход с таким перекосом, ну, наша система перекошена, и планер не может, параплан не мог лететь ровно, его сразу сбрасывает в глубокую спираль, я понимаю, что все, вот они там остаются, те же самые страшные 100 метров, и я вытягиваю вот этот вот парашют, двухместный, причем это был еще не легкий парашют, достаточно тяжелый, потом я купил, естественно, себе легкую версию, потому что кидать вот тот трехкилограммовый мешок было тяжело, я со всей силы его вжахнул, аж по ощущениям было руку вылихнуло в итоге, ну, рука болела долго после этого, но я настолько понимал, что единственный шанс на спасение это хорошенько кинуть этот парашют, чтобы он вышел на длину строп и наполнился, и дальше нас обнимает вот этой перегрузкой, идет раскрытие, бах, мы повисаем, и я думаю, а куда мы падаем-то хоть, и вот представляете, лес глухой, густой, елочка к елочке, ни одной дырочки, и тут одно дерево, которое сгнило, или там молнию ударило, или еще что-то, дырка в лесу, и вот ровно в эту дырку мы падаем, от отверстия в лесу, не знаю, как ли, поляну, мы туда, бам, и парашют на нас падает вместе с парапланом вертикально, ничто на елке не зацепилось, но за самую нижнюю веточку. Вот так мы приземлились на запасном парашюте, вот второй пилот, вот запасной парашют, вот основной параплан, в общем, сели чудом, пролетели между елок, все зашибись. А вот Волков, малость охреневший, да, здесь не ступала нога человека. И дальше надо было снять одну единственную там веточку, вот такого диаметра отпилить, и я достал у меня нож с собой, с пилой, я хрысь-хрысь, хрысь-хрысь, и потом мой ученик предлагает, слушай, говорит, Волков, а давай, что мы как дураки пили, мы можем на веточке попрыгать, и она сломается, и мы с ним, что мы будем пилить еще полдня, ну, я половину уже отпилил, я говорю, ау, классная идея, и мы начинаем с ним эту ветку тянуть, она ломается, естественно, дальше я падаю в сугроб, а мне на голову падает эта ветка, и я валяюсь с сотрясением мозга, ну, легкая правда, то есть, представь, приземлиться на парашюте, получить, это вот, сотрясение от палки, которая тебе на голову упала, голова болела, шея болела, ты что, бомкнула, так неприятно, ой, вот такая история, вторая моего приземления на парашюте, поэтому, естественно, конечно, когда мне сказали, нужен парашют, я понимал, зачем, эта штука волшебная, и вот мы сейчас летаем, и я себя чувствую всегда комфортно, а если вы летаете на акробатику какую-нибудь, на пилотаж, на то, что сопряжено с перегрузками какими-то, я бы без парашюта вообще к этой штуке не подходил бы ни при каких условиях, хотя, вот в этой дурной, тупой башке созрела как-то мысль полетать в Крыму, мысль-то здравая, я туда приехал, там волшебно полетал, но они летали без парашютов, в тот момент был 11-й год, я говорю, слушайте, а что парашютов нет? Он говорит, а мы что-то продали парашюты, хотели купить, и вот что-то деньги как-то куда-то делись, и парашютов сейчас нет, я говорю, а как же мы без парашюта-то будем? Он говорит, да ладно, планер крепкий, что там он никогда не развалится, а здесь у нас никого нет, кто летает, и я на этом планике, ну, как я попросил, а можно что-нибудь такое гигей? Он говорит, конечно, штопор, петлю, ну, что угодно, в общем, перевернутое что-то, ой, и это все без парашюта, и потом, собственно, я узнаю, что оказывается, в планике там бывает, этот трещин в лажероне, они разваливаются, и вот в той ситуации парашют был бы более чем нужен, но вот его не было, поэтому никогда не летайте на планере без парашюта, покупайте хорошие качественные парашюты персональные, потому что парашют вот удобно, ты идешь, у тебя в сумочке лежит, потом он, он в конце концов тобой пахнет, потому что вот сейчас мы сидим, да, я вечером слезаю с этого парашюта, там такая отстегивающаяся кусочек есть, который стираешь раз в неделю, но вот в хороший полет ты потеешь, как конь, ну, и, соответственно, после этого и пахнешь, как конь, и один конь может пахнуть другим конем, если парашют не личный, у нас сейчас задача далеко от аэродрома не отлетать, а именно максимально тренировать вот эти наборы высоты, от этого потеешь, конечно, знатно, Андрей, потеешь? Нет, да, потею, ничего, как-то тяжело, в учебе легко на маршрутных полетах, что посоветую вам еще по парашютам, тренируйте прыжки с парашютом, ну, в смысле не прыжки, вот когда вы выпрыгиваете, а быстрое покидание планера, потому что я был сам удивлен, когда мне предложили на чемпионате мира, вот попробуйте выбраться быстренько, и вроде как ты тренируешься, потом смотришь на время, оказывается позорное. Do you want to hit the record? 3.6 second. Yeah, this is the record. Yes, but I need a matrax. No, it is without matrax. Okay. So, ready? 3, 2, 1, now. Okay. Sure. Eight seconds. It's okay? It's okay. На самом деле очень важный момент, и 1-2 секунды, за которые вы быстрее выпрыгнете из планера, могут спасти вас жизнь. Год назад был нехороший случай, когда на небольшой высоте метров 600 столкнулись два планера на соревнования, и погибли два очень хороших человека. Не смогли, не успели выпрыгнуть. Почему еще иногда не получается выпрыгнуть? Перегрузка. Если планер начинает вращать, вас вжимает вот в это корыто, вы сидите, вас туда вжимает, вы вроде как сбросили фонарь варина, все, нужно взяться за края, попытаться подтянуться, подняться наверх, выпрыгнуть за. Но перегрузка действует, вжимает в это сидение. Поэтому надо научиться грамотно распределять вес, как-то вот находить точки опоры в том планере, на котором вы летаете, и знать, как вы будете прыгать. Это важно, чтобы, когда вы будете прыгать, одну-две секунды вы себе сэкономили. Хорошо, закручиваем влево. Хороший поток. Давай-давай-давай, влево-влево-влево. О, ай, молодец! Волна! Мы взяли волну атмосферную в очень красивом месте. Посмотрите, в какие дебри мы забрались. Ну, внизу, вот тут, конечно, травка зелененькая еще лежит, но совсем рядышком горы подерглились первым снежком. И если туда приземлиться на парашюте, вот если сейчас бах-бах-бах, нас сбили, представляете? И вот на вот эти горы, на вот эти страшные скалы, на парашюте, ух, как холодно будет! Кстати, на Монблан на горизонте виден. Сейчас мы его, сейчас я вам покажу. Вот он. Тоже весь снегу, торчит из гор, ой, из облаков. Сейчас я вам опять же покажу свежий... Нет, ледник затянут облаками. Не покажу я вам свежий снег на леднике. Но идею вы поняли, да, что если вдруг вот так вот летаю, или что, или что, в шортах, а кстати, в шортах мы в луке. Вот в таком виде мы прыгаем на парашюте, мало не покажется. И вот спрашивают меня, Волга, а что ты будешь делать? А что я буду делать? Парашют, штука теплая. Если его грамотно порезать ножичком, а ножичек у меня есть, и обмотать вокруг себя, вот в случае вот такой нештатной ситуации, то можно совершенно прекрасно, так сказать, переночевать в этом парашюте. И ну, не в парашюте, в параплане я ночевал множество раз. Первый раз это было в Дивержит в 94-м году, когда так получилось, что забрались мы на вершину, пошел сильный дождь, ветер, град, в общем, всякая такая гадость. И вот мы вчетвером, два мальчика, две девушки, жались, ну, не мальчик, мальчик, если жался к друг дружке, вот, к девочкам, согревали их, можно сказать, всеми силами души. И чтобы совсем уж как-то все согрелись, я обмотал всех парапланом, то есть мы его там распотрошили, под ним было, конечно, очень тепло. Потом у меня был очень интересный опыт ночевки с парапланом Турции. Меня выгнали из отеля, ну, там я боевал за свою группу, нас там хотели неправильно поселить, расселить. В общем, оказался дико вредный менеджер. Я говорю, да пошел ты в Пень, пойду я жить лучше на берег моря. Я жил в параплане неделю шикарно. Приходишь вечером, шумит море, то есть весь дом, ну, твой дом всегда с тобой. Я ночевал прям изумительно. Вот так вот смотришь, и смотришь, как звезды падают. Очень красивая ночевка была недалеко здесь с женой. Я ночевал. Показывал всю красоту и решили мы в горах ночевать. И вот парапланчик, укутавшись, где-то там на горизонте у нас гора Шабр. Вот под Шабром мы и ночевали. А уже без параплана мы ночевали вот здесь внизу. Вот куда крыло показывает, туда мы наверх поднялись. И зеленые травки, сейчас травки зеленые нет, светябрь. В августе было все зелененькое, можно было красиво ночевать, собирать чернику и на завтрак кушать чернику с реченым молоком. Очень вкусно было. Так что представляете, какая польза от обычного парашюта может быть, если здесь не дай бог выпрыгнуть. Можно будет согреться. Используйте качественные парашюты. Покупайте только хорошие парашюты, чтобы они вас радовали. И очень хорошо, когда вообще в принципе существует возможность парашюты купить. И как я в свое время, так вот ребята, которые дальше, про которые будет труролик, они стараются, это не настолько для зарабатывания огромных денег, а сколько для того, чтобы это было, что бывает так, что вот мне нужно было парашют, я организовал все для себя. А для вас организовали другие люди. Обращайтесь, пользуйтесь, переукладывайте. И пусть еще раз этот парашют вам никогда не понадобится по прямому назначению. Вы будете с ним спать, на нем спать. На этой оптимистичной ноте смотрите ролик с рекламой парашютов. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных финнов спорта. До новых позитивных роликов. Эй! Всем привет. Здравия, Сергей Васильевич. Меня зовут Кирилл. Очень привет. Я менеджер магазина парашютного снаряжения. Расскажите, где мы находимся? Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы находимся на посадочной площадке Ищокина, которая занимается планерным спортом и обучением полета на планере. Вы являетесь директором этого аэродрома? Я основатель, идейный вдохновитель, вот, и являюсь руководителем на данной посадочной площадке. Как вообще происходит подготовка спортсменов, планиристов? Планиристы начинают с зон, с кругов, выполнение штопора. То есть первая задача первого года научить человека безопасно взлетать, следиться, оценить обстановку в случае попадания в нештатную ситуацию, чтобы человек мог, скажем так, безопасно из нее выйти. Спасибо за такой экскурс по вашему аэродрому. Сейчас, я думаю, мой коллега продолжит по поводу именно конкретных спасательных парашютов. Добрый день, меня зовут Дмитрий, менеджер магазина парашютного снаряжения. Расскажите, пожалуйста, почему важно использовать спасательные парашюты и бывали ли случаи, когда они спасали жизни спортсменов? Ну, без парашюта мы, в принципе, не летаем. Планерный спорт один из самых безопасных, нету мотора, нечем ломаться. Вот, но если проанализировать все случаи, которые происходили с пилотами, бывают столкновения в воздухе, когда много планировать, 30-40 планиров в одном потоке стоят, только смотришь, чтобы тебя никто не ударил крылом. Ну, в случае столкновения бывают такие, у нас в стране не было, но на чемпионатах мира пилоты спасались с помощью парашютов, парашютных систем. Поэтому парашют это обязательно можно сказать опция для полета на планере. Мы поставляли на ваш аэродром спасательные парашютные системы ATL-15 чешской компании Mars. Скажите, почему выбрали именно их? Во-первых, очень удобная подвеска, малые габариты, малый вес и многие технические данные превосходят других производителей. Одним из преимуществ данной парашютной системы она срабатывает до 100 метров при минимальной вертикальной скорости, что является очень хорошим показателем. Это довольно-таки серьезные плюсы данной парашютной системы. Всем спасибо, мы в Щукино. Купив в нашем магазине спасательную парашютную систему ATL-15 от компании Mars вы обеспечите себе безопасные полеты на 20 лет. Далеко не все конкуренты могут похвастаться таким же показателем. Обязательная переукладка спасательной системы производится раз в год. Существуют разные модификации для разных типов кабин и кресел. Ручной ввод позволяет быстро ввести в действие спасательный парашют в любой ситуации. Спасательные системы ATL-15 чешской компании Mars подходят для любых типов планеров и большинства летательных аппаратов малой авиации. Данные спасательные системы являются самыми компактными и габариты составляют 55 на 33 на 8 сантиметров, что делает их эксплуатацию максимально комфортной для пилотов. На подвесной системе карабины вместо пряжек, благодаря которым можно легко и быстро надевать или снимать парашютную систему. Минимальная высота срабатывания при минимальной скорости 100 метров. И это только часть преимуществ спасательной парашютной системы ATL-15, которые сейчас у нас есть в наличии в нашем магазине в Москве. У нас есть физический магазин, который находится по адресу Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19, здесь же находится аэротруба iFly. У нас можно купить много парашютного снаряжения, в том числе из наличия можно купить спасательные парашютные системы чешской компании Mars ТЛ-15 по очень доступной цене, хоть завтра, или заказать с доставкой в любую точку мира. За ваш счет. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова